Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также мое традиционное в последней неделе в последнее время напоминание то, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал о маркетсе, где на ежедневной основе публикуется очень большое количество аналитического контента. Ну что ж, закрытие недели, учитывая то, что инвесторы с энтузиазмом сейчас вновь смотрят в будущее, в перспективу американского фондового рынка, и явно верят в все это, доказывает динамика NASDAQ, Dow Jones и S&P. Очень длительный период времени я рекомендовал вам настоятельно, даже практически требовалось, чтобы вы открывали длинные позиции по американскому фондовому рынку, потому что именно бычая динамика американского фондового рынка была настолько предсказуемой, что не воспользоваться этим трендом было просто непростительно. Поэтому, когда мы начали покупать S&P и NASDAQ, до уровней потенциальных целевых ориентиров было очень и очень много, больше 10%, причем, если даже говорить без плеча о таких эквивалентах. Сейчас уже рукой подать округлых цифр, в частности по S&P 4500, по NASDAQ я сегодня снова буду бороться, опять же, с рынком, именно своей торговой активностью, чтобы NASDAQ добрался до 15000 пунктов. Локальный максимум сегодняшнего дня был 14996 пунктов. Честно говоря, в последние несколько раз, когда индекс NASDAQ подбирался к текущим значениям и после откатывал, я ловил себя на мысли, что если такое повторится снова, я обязательно закрою позицию. Ну вот, честно говоря, не закрыл, друзья, когда американский фондовый рынок снова был в одном маленьком шаге от заветной цели. И продолжаю удерживать лонги, потому что здесь уже дело чести, нужно дожать до вот этой психологической планки. Я думаю, что с вашей помощью мы это точно сделаем. Немного осталось для того, чтобы индексы ушли на вот эти исторические планки. И допускаю, что сегодня при сохранении достаточного уровня рыночного позитива, в отсутствие плохих новостей мы сможем это сделать. Поэтому, вот начав с американского фондового рынка, я напоминаю вам, друзья, что и S&P, и NASDAQ у нас остаются в банках и до целей совсем чуть-чуть. Дальше идем. Американская валюта 92,87. Опять же, вчерашний отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США явно разочаровал покупателей доллара, потому что в данном случае прогресса в отчете мы не увидели. Более того, очевидный регресс, и в отсутствие прогресса в этом секторе американской экономики и ОФРС связаны руки в вопросах, касающихся изменения национальной денежной кредитной политики, повышения процентной ставки и сокращения программы количественного смягчения. Кривичные заявки 419 тысяч новых обращений, прогнозы были 350 тысяч и фактически показатели двухнедельной давности 378 тысяч. Опять откат, это такое закругление, кривой именно, которое ранее характеризовало тенденцию улучшения ситуации с американским рынком труда. И теперь уже можно и нужно снова говорить, что если ситуация с ростом количества заболевших продолжится, либо какой-то локальный потолок по этому показателю будет в районе 400-450 в этом диапазоне тысяч новых обращений, конечно же, американский регулятор при каждом удобном случае будет транслировать идею того, что не время, еще и крайне глупо было бы сейчас действовать в плане ужесточения национальной денежной кредитной политики. Поэтому в сухом остатке я ранее как был уверен в том, что доллар неоправданно высоко забрался, доллар нужно спустить пониже. Очень рассчитываю на то, что нам в этом помогут комментарии Павла две недели назад во время его выступления в Конгрессе, но вот пока что не срослось. Следующая неделя это заседание Федрезерова, двухдневное заседание ФРС, пресс-конференция, руководство. И не то чтобы хочется снова строить и транслировать какие-то избыточные ожидания, но всегда нужно на что-то ориентироваться, друзья. Если вы преданы какой-то фундаментальной идее, вы должны иметь конкретную дорожную карту того, как вы двигаетесь, какого события, какому и где ждете вот эти катализаторы движения. Для меня это следующее заседание ФРС, и я рассчитываю на то, что американский регулятор в этот раз не разочарует, не подведет продавцов и спровоцирует нисходящую динамику по доллару. До этих пор работаем, как и раньше, но лично я буду это делать, и те, кто согласны с моей точкой зрения, и согласны с тем, что больше сейчас оснований для снижения курса американского доллара, американской валюты. То есть вы понимаете, что делать. Золото 1802 доллара за тройскую унцию выдержала, устояла поддержка 1790. И пока она не сломана, в отношении золота смотрим только лишь вверх. Европейская валюта против доллара 1.1768. Вчерашний день заседание Европейского центрального банка. Ставки, ключевая ставка рефинансирования 0.1, ставка по депозитам минус 0.5. Все без изменений. Причем сопроводительные заявления до пресс-конференции Кристины Лагард были точно такими же, как мы и хотели, и могли бы, планировали их увидеть. То, что программа количественного смягчения в рамках экстренного фонда выкупа облигаций почти на 2 триллиона евро остается в силе. Ее сроки плавают. Это март, апрель следующего года. Ну, я думаю, что эту программу продлят будет до конца 2022 года. Во время пресс-конференции Лагард признал, что влияние пандемии остается значительным. И в текущих условиях Европейский Центральный Банк не может отказаться от стимулирующей политики. Две недели назад ЕЦБ, так же, как и намного раньше ФРС, перешел на политику инфляционного таргетирования. Это значит то, что теперь, в том случае, если индекс потребительских цен в еврозоне окажется выше ранее обозначенного целевого значения в 2%, ЕЦБ не будет ужесточать монетарную политику. И вчера Лагард, в принципе, это и повторил, что сейчас инфляция находится на отметке 1,9%. В ближайшем месяце ждет рост выше этого уровня, а к концу года ждет стабилизация показателя в районе вот этого 2% ориентира. На ближайшие полгода или даже год никаких изменений в политике Европейского Центрального Банка не предвидится. Это конкретный комментарий ЕЦБ. А поскольку политика останется такой же ультрастимулирующей, как и сейчас, это, конечно же, больше негативный фактор для евро. Особенно если вспомнить, что сейчас очень многие предпочитают торговать контрастностью монетарных политик Европейского Центрального Банка ФРС. Я не настраиваю вас, друзья, на то, что нужно ждать евро 1,15 и ниже. Есть и такие прогнозы сейчас, и вполне реально это произойдет. Я предлагаю пока что дожать до цели 1,17. Для нее остается 68 пунктов. И уже смотреть, что будет дальше после. И еще два актива. Это доллар канадец 1,2568. Остается в коротких позициях у нас эта сделка. Сегодня в 15-30 уровничные продажи, которые могут дополнительно поддержать канадский доллар. Также на стороне канадца еще и восстановление цен на нефть. Сейчас котировки 72,88. Хай был 73,88. Если не экспирации, то, скорее всего, сегодня мы продолжили котироваться в районе 74 долларов за баррель. Основная ставка для рынка нефти сейчас – это уверенность, что роста добычи со стороны страны ОПЕК+. Плюс будет недостаточно, чтобы нейтрализовать ожидания восстановления спроса. Прогноз Барклайс, что если ОПЕК также вяло будут увеличивать добычу в ближайший год, то Brent может улететь к 100 долларам за баррель уже к середине следующего года. Очень оптимистичный прогноз. У меня моя внутренняя цель – 80 долларов за баррель, но пока что я вне позиции. Посмотрим, как закроет рынок нефти сегодняшнюю торговую сессию, и в понедельник уже будут новые сделки. На этом, собственно, все, друзья. Хорошего вам закрытия недели. Всем пока.